Это рассказ об одном образе жизни. Чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи. Теперь слушайте. КОНЕЦ 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 Действие первое. Картина первая. О трех телефонах и радио. КОНЕЦ Алло. Алло. Говорит председатель правления Объединенного газетного треста в долларе, а не Фрайман. Я корреспондент Объединенного газетного треста в долларе, а не Джек. Слушаю. Я дежурный редактор газет трибунала Либр. Объединенного газетного треста в долларе, а не Родес. Слушаю. Я главный редактор журнала Дели Джорнала Объединенного газетного треста в долларе, а не Конг. Слушаю. Давайте информацию о сыворотке доктора Деланеза. Понятно? Да. Понятно. Совершенно. Пишите. По распоряжению председателя правления газетного треста мистера Фраймена, сегодня в 15.35 я получил интервью доктора Деланеза. Написали? Беседа продолжалась 17 минут. Доктор Деланеза проживает в одной единственной комнате на самом верхнем этаже дома номер 86 по 14 улице 16 авеню. Точка. Доктор Деланеза сообщил мне о том, что он изобрел сыворотку, которая излечивает туберкулез. Доктор объяснил мне сущность своего открытия. Для практического применения сыворотки и проведения последних опытов нужны специально оборудованные лаборатории и значительный капитал. Пишите. Огромный успех объединенного газетного треста Долавьяни. Мы беседовали с доктором Деланеза, возвестившим о великом открытии, который спасет человечество. В тишине комнаты, расположенной далеко от городского шума, и настолько высоко, что сутолок обудничной жизни не достигает туда, между великим скромным ученым и нашим корреспондентом состоялось свидание. Пишите. Доктор Деланеза из Доларьяна спасет человечество от величайшего бедствия. Тот факт, что слава победы выпала на долю ученого из Доларьяна, явится самой блистательной страницей в истории науки Доларьяна. Точка. Отчет, составленный семью профессорами нашей делегации, не оставляет никакого сомнения в гениальности этого открытия. Рецепт сыворотки чрезвычайно прост. Пишите. Сыворотка Деланеза – это открытие не только теоретическое, но и практическое. Это доказано большим количеством специальных опытов. Сыворотка, будучи проверенной на одном больном, немедленно проявила целебное действие. Для распространения сыворотки доктора Деланеза по всему миру необходим большой капитал. Теперь подчеркните все, что я скажу. Найти доктору Деланеза капитал, необходимый для распространения и широкого производства сыворотки – дело чести Доларьяна. Долг по распространению председателя Доларьяна. Доларьяна. Алло, алло, говорит радио Долларьяна. С сегодняшнего утра объединенный газетный трест в Долларьяне начал печатать материалы о противотуберкулезной сыворотке доктора Доланезо. Журналы и газеты Треста, правительство и общественность должны помочь доктору Доланезо. Это гениальное открытие. Картина вторая. О специальности и о науке, в которой доктор Доланезо совершенно не сведущ. Комната доктора Доланезо. В кресле у окна его дочь. Светит солнце. Доланезо занимается. Издали доносится пень. Доланезо. 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 Своё личко ты веером закрой. Тай-ля-ля, ла-ля, 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 сеньорина. Та-та-тай, та-та-та-та, та-та-та-та. Тай-ля, ла-ля, 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 ла-ля. Ты опять двигаешься, девочка. Как только тебе поставят под мышку термометр, ты и пяти минут не можешь посидеть спокойно. Ой, пап, какая чудесная солнечная погода. Папа, пап, посмотри на улицу. А между тем малейшее движение может повысить температуру. Пап, ну неужели ты никогда не пел песен? Если термометр не показывает истинной температуры, попробуйте разрешить вопрос, пользуясь диаграммой. Папа, пап. Когда держишь термометр, нельзя даже разговаривать. Потерпи немножко. Ну, потерпи ещё 15 секунд. Всё. Давай посмотрим температуру. Сколько? 38 и 5. Отметим на диаграмме. Папа, а это очень высокая температура. Процесс идёт нормально. Боишься? Ты мне не веришь? Ты следи только за состоянием своей психики. За физиологию отвечаю я. А какая у меня стадия болезни, папа? Так развлечение стадии – это вопрос методологии. Каждый раз, как я буду у тебя измерять температуру, я буду рассказывать об этом. Существо дела в следующем. Бациллы Коха и моя сыворотка вступают в схватку. Первой ареной их борьбы я сделаю твои лёгкие. Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я несу ответственность за физиологию. От 100 шансов 500. 1500 за победу с сыворотки Деланеза. За мою победу. Есть ещё одна трудность. Деньги. Я уверен, что и эту трудность преодолею. Я вижу трупы Коховских бацилл, распростёртые у моих ног. Какой ты странный, папа. Возможно. Но пока давай помолчим и поработаем. Папа, кто-то пришёл. Войдите. Добро пожаловать, сосед. Я принёс вам воды, доктор. Вероятно, у вас скончилась вода. Спасибо, Педро. Сидите, не двигайтесь, моя милая. Я перелью. Куда с... Но стоит ли вам беспокоиться? Какой хороший человек этот, Педро. Прекрасный друг, превосходный человек. Итак, Педро. Вот компания выключила воду. Что поделаешь? Чтобы мы не могли уплатить деньги этим субъектам. А сегодня пришёл счёт за электричество. О, если мы его не оплатим в течение недели, они выключат и свет. Однако я полагаю, что на этот раз электричество не выключат. Уверен, что вёдра воды, которые вы нам принесли, будут последними. Дай бог, доктор. Причём здесь бог. Разве вы не читали утренних газет? Читал. Весь город толкует о вашем интервью. Значит, Пафина работа возбудила интерес? Больше, чем нужно. То есть? То есть? Да нет ничего. Вот если бы вы могли... Да ошибаетесь, Педро. Пусть вас ничто не смущает. Всё очень просто. Я нашёл противотуберкулёзную сыворотку. Это стало известно. Наконец-то гений добра улыбнулся мне. Кто его знает? Может быть, гений зла. Ошибаетесь, Педро. Всё очень просто. До сих пор сделать последний шаг мне мешало отсутствие денежных средств. Но, разумеется, после сегодняшнего сообщения деньги посыпься к моим ногам. Презренный металл, называемый деньгами, хоть раз может послужить более высоким целем, чем счёт за электричество или воду. Сыворотка Деланеза победит бациллу Кока. Потечёт вода и загорится свет. В этом весь вопрос. Всё очень просто. А действительно, как пишут в газетах, к вам приходила делегация учёных из семи человек? Нет, нет, нет. Я тоже удивлён этим. Видимо, это ошибка наборщика. Может быть, такая делегация ещё придёт. А написали, что уже пришла. Об успешных результатах большого количества опытов с вашей сывороткой. Даже больному в третьей стазе. Что вы прекрасно знаете, что я таких опытов не делал. Это они несколько забежали вперёд. Моя дочь говорит, что это обычай журналистов. Ум мой не постигает. Доктор! Ну, слушаю вас. А вы изучали связь между политической экономией и бациллой Коха, а следовательно и сывороткой Долонезо? Нет. Я не имею никакого представления о политической экономии. О политической экономии я совершеннейший профан. Мне кажется, что между всеми науками существует очень тесная связь. Внутренняя связь. Оставьте эти абстрактные теории. Ах, доктор, если бы вы знали, какая тесная связь существует между политической экономией и медициной. Если бы вы только могли себе представить... Что там происходит? Ах, ну... Наверное, опять эта девица, наша соседка. Соседка. Боже мой, как мне надоели эти постоянные ссоры этой женщины с мужчинами. А ведь газеты писали о комнате, расположенной вдали от городского шума и на такой высоте, что сутолока будничной жизни туда не достигает. Ах, лучше бы они этого не писали. Картина третья. Об истории литературы, о коровах и еще о многих вещах. КОНЕЦ 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 Посмотри, дочь моя, кого я к тебе привел. Вы ли это? Пожалуйте. Ой, нет. Сегодня вы не пожимайте мне руку, я еще не поправилась. Я к вам не заходил целую неделю. Я много работаю. Как ваша книга? Позавчера закончил, отправил издателю. Там будут все ваши стихи, не так ли? Почти все. Располагая свои стихи в известном порядке, я сделал чудесное открытие. Вы вдохновительница большей половины моих произведений, написанных за последний год. Вы для меня фея вдохновения. Вы. Ой, сядьте немного подальше. Я еще не поправилась, а эта стадия заразительна. Ну и что же из этого? Вы поправитесь, сударыня, и я готов принять от вас все. Ваша книга будет очень большая. Полагаю, что до ста страниц. Подумайте. Моя первая книга, толстая, в черном кожаном переплете. Строчки, как слезы, падающие на белоснежную бумагу из подведенных глаз восточной женщины. Вам нравятся мои стихи. Я вас каждый раз об этом спрашиваю, потому что вы, вы мой первый критик. Книги, напечатанные на грубой бумаге, передадут рядом с моим именем страдальческим и гордым, как имя распятого Христа, ваше имя, целомудренное, как имя Девы Марии. Ох, как красиво вы говорите. Правда? Да. Поэт старается незаметно для девушки отодвинуть стул, но девушка замечает его движение. Вот видите, нужно быть осторожным. Что? Я не понял. Нет, нет, ничего. Ну, ну, говорите снова так, как только что говорили. Писать стихи. Войдите. Появляется взволнованная привратница. Доктор Долонеза, доктор Долонеза. Что такое? К вам пришли гости. Хорошо. Пусть войдут. Большие люди. Какие большие люди? Это ошибка. Ошибка. Наверное, ищут меня. Это издатель, которому я послал свою книгу. Нет, 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 нет. Спрашиваю доктора. Мужчина и женщина. Они приехали на автомобили. О, большой, роскошный, ослепительный. Настоящий автомобиль, как у белых особняков в западных кварталах. Пришли, пришли. Пожалуйте, пожалуйте. Вот комната доктора Долонеза. Вам угодно видеть меня? Имею честь говорить с доктором Долонеза? Да. Мне надо поговорить с вами конфиденциально. Мисс, я покидаю вас. До свидания, доктор. Я не считаю себя посторонней. Я... Вероятно, вы слышали имя мистера Клайна. Это я просватала дочь мистера Клайна за французского... Мадам, оставьте нас одних. Ладно, пусть будет по-вашему. Но что касается квартирной платы, я вам... Мадам. Ухожу, 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 ухожу. Всего доброго, мистер. Всего доброго, мисс. Моя дочь. Нет такого вопроса, о котором бы мы не могли говорить в её присутствии. Прошу вас. О, пусть мисс не беспокоится. Итак, я, Вильямс, председатель правления Объединённого треста туберкулёзных санаториев в Доллариане. А это мисс Паулина, главный врач наших санаториев. Она же председатель нашего общества защиты животных. Я вас слушаю. Сегодня в утренних газетах я прочёл ваше интервью. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовало меня. Важное открытие? Я уверен в том, что вы не шарлатан. Успех вашей сыворотки в будущем обеспечен. Сведения, которые я собрал о вас... Не оставляют сомнения в вашей добропорядочности. Давайте говорить коротко и ясно. Вам необходимы деньги, капитал для достижения вашей цели и значительный капитал. Да, да, да. А между тем, из-за того, что вы не внесли деньги, у вас выключили воду. Скоро выключат электричество. Да, да, да. От имени нашего треста я могу дать вам капитал вдвое. Втрое больше, чем тот, который необходим для вашей цели. И великолепную лабораторию. Правда. Да, да, ну, конечно, да, вы говорите правду. Собственно говоря, я этого ждал. Ждал, да. Гений добра. Великолепная лаборатория. Лаборатория. Денег столько, сколько вам угодно. Я был убежден, что в конце концов гений добра придет. Дорогой доктор Долонезе. Коротко. И ясно. Для немедленного оформления наших условий у меня есть соответствующее предложение. Предложение, требующее немедленного и бесспорного оформления. Мы с вами составим контракт. Я готов согласиться на любое ваше предложение. Только бы... Статья первая контракта. Весь нижний этаж большого дома в моем имении Бастуэст. Великолепно оборудованный. В виде лаборатории будет предоставлен вам. Прекрасно. Статья вторая. Ваше распоряжение будет предоставлен капитал в миллион долларов. В случае необходимости эта сумма может быть увеличена. Нет, вот много. Статья третья. Взамен наших обязательств. Вы, доктор Долонезе... Конечно, конечно. В самый короткий срок сделаю сыворотку для лечебных... Нет. Нет. Статья третья гласит... Что? Начиная с момента подписания контракта, в течение шести месяцев доктор Долонезе будет лечить 255 коров и быков по месте Бастуэст. Да, ну, простите, я не ветеринар. Я продолжаю статью третью. В течение этих условленных шести месяцев доктор Долонезе ограничивается только лечением коров и быков. Он не будет заниматься никакими другими делами даже мысленно. Он не проведет ни одного, даже самого маленького опыта, не имеющего отношения к нашим животным. Статья четвертая. Наблюдение за выполнением статьи третьей будет осуществляться главным врачом нашего санатория, то есть мной. Понятны вам третья и четвертая статьи, дорогой доктор? Нет, 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 значит, вы мне дадите деньги и лабораторию, а я, оставив свои занятия, в течение шести месяцев буду лечить ваших коров и быков. Так, а сыворотка, моя сыворотка, сыворотка Долонезо. О, этим делом вы займетесь через шесть месяцев. Об этом говорит статья пятая контракта. В случае строгого выполнения вами статьи третьей, лаборатория, в которой вы проработаете шесть месяцев, и капитал в сумме одного миллиона долларов переходят в вашу собственность. Слышали статью пятую? Значит, через шесть месяцев вы сможете заниматься своей сывороткой сколько угодно. Лаборатория есть, деньги есть. Вы смеетесь? Поймите, я открыл противотуберкулезную вакцину. Я спасу человечество. Правильно. Но это общий вопрос. Мне надо спасти дочь как можно скорее, а через шесть месяцев. Правильно. Но это частный вопрос. Предмет разговора? Прежде всего, коммерческий вопрос. Без выгодного договора никто никому денег не дает. Отец. Что ты хочешь? Ничего, отец. Я могу умереть. Не соглашайся быть коровьим доктором, отец. Месь, я вас прошу не считать быков презренными и грубыми. Не забывайте, что я председатель общества защиты животных, Доларьяни. Вы не имеете права оскорблять меня. Но я вас... Сударыни, сударыни, прекратим этот разговор. Дорогой доктор, я вам оставляю копию нашего контракта. Имейте в виду других предложений, не будет. Подумайте. Шесть месяцев пройдут быстро, и потом вашей любимой дочери тоже будет полезен тачный воздух. Шесть месяцев, время небольшое. Если вы немедленно приступите к работе... То есть, к лечению ваших быков. Да, этих бедных, страдающих животных. И тогда еще не поздно будет позаботиться о вашей дочери. Подумайте, дорогой доктор Долонеза. Подумайте. Итак, я оставляю контракт у вас на столе. Номер телефона там записан. Всего наилучшего. Всего наилучшего. Всего доброго, мисс. Всего доброго, дочь моя. И любите животных. Жалейте животных. Так велел Иисус. До свидания. Нет, прощайте. Возьмите контракт, я не подпишу. Ничего, ничего. Пусть остается. Подумайте. Возьмите контракт. Уехали. Их автомобили ревут, как взбесившиеся быки, как разъярённые коровы. Подумай обо мне, папа. Но если они пришли, то, может быть, придут и другие. Нет, я ничего не понимаю. Может быть, эти люди сумасшедшие? Я врач, доктор, человек, победивший бацилл Коха. И мне лечить быков. Быков с огромными рогами, упрямых коров, с длинными сосками. Нет, они надо мной посмеялись, несомненно. Папа, может быть, они хотели испытать тебя? Какое испытание? Ты не читаешь романов, а то бы ты знал. Ну, чтобы проверить, серьёзно ли чувство любящих. Многие люди проделают такие опыты. Опыт? Меня надо проверять. Болтовня. Это невозможно, коровы. Шесть месяцев. Куда этот тип бросил бумагу? Это что? Войдите! Это я. Я, доктор. Я прогуливался по коридору, услышал ваш голос. Я подумал, что, может быть, нужна моя помощь. Вероятно, это ваши гости привели вас в нервное состояние. Вот, прочтите эту бумагу и скажите, что это такое? Что это? Какая низость и какая подлость. Простите, это невозможно. На священный храм науки совершено такое грубое, такое наглое нападение. Уверяю вас, доктор, я говорю с гордостью. Мои башмаки промокают. Мои башмаки промокают. Зимнего пальто у меня нет. Но если бы мне предложили не миллион, нет, если бы мне предложили сто миллионов, я отказался бы от этого предложения, не думая ни секунды. Ах, отказался. Это слабое слово. В этом слове нет твердостей. Нет, я бы выразился еще более благородным словом, еще более трагической фразой. Двустишьем, натянутым, как лук богов. Да, я бы сделал так. О, наш туэт снова в экстазе. Можно мне войти, доктор? Пожалуйста. Как же мне не разгорячиться, дорогой Педро? Посмотрите на это предложение, сделанное доктору только что посетившими его господами. Вы разрешите, доктор? Читайте. Пожалуйста. Ах, негодяи. Ах, негодяи. Уже с первой статьи чувствуется ловушка. Вот мерзавцы. Конечно. Вопрос ясен. Пожалуйста, доктор. Что вы скажете на это? Ничего. Все это лишний раз доказывает, что политическая экономия должна заниматься не освещением отношений между вещами, а анализом отношений между людьми. Это все, что вы можете сказать? Да. Впрочем, у меня есть одна книга. Я принесу. Прочитайте. Очень прошу вас. Книга по политической экономии. Объяснение моей дочери мне понятнее всех ваших теорий. Я сказала, что, может быть, эти люди хотели испытать отца, как это бывает в романах. Смотри-ка, мне это не пришло на ум. Вероятно. И даже на верное. То есть, безусловно, это так. У вас удивительная проницательность, сударня. Дорогой приятель. Простите, господа. Я искал одного человека. А кого вы искали? У него длинное имя. Нечто вроде Жакма Марино Середья. Я человек, которого вы искали, сударь. Только вы плохо запомнили мое имя. Не Жак Марино Середья, а Жан Мирано Середья. А, значит, это вы. Но имя не имеет большого значения. Можно мне войти? Доктор, вы позволите? Пожалуйста. Господа, мисс, ваш покорный слуга, директор издательского общества только шедевры. Мое имя не имеет значения. Я не ищу славы. Мы получили вашу книгу, сударь. Значит, принята. Почти. Да, да, мною была послана рукопись в ваше издательство. Ваше издательство, как это видно из названия, согласитесь, что на этот раз название имеет кое-какое значение. Печатает и издает только шедевры. Исходя из этого... Вы напечатаете мою книгу. Вполне уверен. Вполне уверен. Мисс, вы читали стихи этого господина? Я читала. По правде говоря, он мне сам их читал. А вы, мистер... Простите, я не знаю вашего имени. Но здесь опять-таки имя не имеет значения. Как вы находите? Когда он читал моей дочери, я тоже слушал. Неплохо. Красиво. А вы, дорогой мистер... Мистер... И здесь опять-таки имя не имеет значения. По-моему, наш поэт поставляет товар для рынка девятнадцатого века. Что? Ничего не понимаю. Великолепный ответ. Теперь ваше имя имеет значение. Будьте любезны, ваше имя? Педро. Чем вы занимаетесь? Неважно, чем я занимаюсь. От всех ваших предложений я заранее отказываюсь. Жаль. Я заинтересован... Одну минуту. Во-первых, нет сомнений в том, что вы, если сравнить вас с тканью, чудесный материал. Великолепный кусок. В двадцатом веке талант истощается подобно туземному населению Америки. Поздравляю. Благодарю. Не стоит. Во-вторых, если хотите иметь успех, обязательно нужно переменить имя. Как? Мое имя? Да, да, да. Какой-то Жан Миран. Это фирма девятнадцатого века. Например, может быть такое имя. Такая реклама. Дук Джи. Каково? Современно. Странно. Однако... Затем, мистер Педро, правильно исполил заметить, наш поэт поставляет товар для рынка девятнадцатого века. Что это значит? Это значит, что выкройки, сделанные вами из чудесных материй, не соответствуют запросам рынка двадцатого века. Точнее, требованием определенной группы покупателей. Вы опять весьма верно заметили, дорогой мистер Педро. Да, да, да. Они не соответствуют требованиям наших покупателей. Не понимаю. У меня сумбур в голове. Пожалуйста, переходите к делу. Сейчас. Я хочу сказать, что вашу книгу мы, к сожалению, не напечатаем. Как? Да, да, да. Но если вы будете кроить материю по-нашему, я обязуюсь за каждую вашу книгу платить тысячу долларов вперед. То есть вы хотите от меня стихов в другом роде? Да. Каких? например, стишки вот к этим иллюстрациям. Взгляните. Покажите мне. Не дай бог. Я ни за что на свете не соглашусь, чтобы ваши глаза увидели что-нибудь подобное. Ну как? Столковались, милый друг? Понимаю. Понимаю. Вы погибнете. Наоборот, мисс. Он станет миллионером. Дорогой поэт, я сейчас же даю вам авансом тысячу долларов и по окончании работы еще десять тысяч долларов. Я не желаю вас больше слушать ни одной минуты, сударь. Пойдите вон. Мой великий поэт. Благодарю. Авансом тысячу пятьсот долларов сейчас же. Вон. Как вам будет угодно. Дверь распахивается, входит привратница. Доктор, вы недавно в присутствии ваших почтенных гостей унизили меня. Я не требую извинений. Но вы не платите за квартиру уже месяц. Согласно контракта у вас еще недели сроку. Через неделю вы оставите мой дом. Если даже вы заплатите за целый месяц, все равно я не соглашусь. Ты выбрасываешь меня на улицу с больной дочерью. А ну-ка, тетка, посмотри на меня. сколько денег тебе дали гости недавно приезжавшие на автомобиль. Тебе от этого нет никакого дела. Всего доброго. Срок неделя. Примите меры. При всей моей человечности я могу пойти только на такую уступку. Боже мой, что случилось? Почему именно сегодня на нас все это свалилось? Дорогой поэт, я все еще здесь. Аванс две тысячи. Дорогой поэт, ваш вопрос не так сложен. Труднее с доктором. А по-моему наоборот. Аванс три тысячи. Произведение пятнадцать тысяч долларов. Нет, нет, с поэтом дело проще. А при том аванс четыре тысячи. Что вы сказали, Педро? Мое дело простое? Незначительное? То есть что вы хотите этим сказать? Разве искусство, поэзия вещь менее значительная, чем наука? медицина? Нет, дорогой, вы меня поняли привратно. Не волнуйся, сынок. Аванс четыре тысячи, произведение шестнадцать тысяч долларов. Сынок Ли! Значит, вы тоже находите меня достойным сожаления. Значит, мое дело простое. Я жалкий поэт, а вы, вы доктор, доктор Долонеза, важный человек. Вам предлагают миллион и при этом шесть месяцев лечить коров. Четыре тысячи, шестнадцать тысяч. Заставьте этого субъекта замолчать! Нет! Субъект за дверью не замолчит! Разве то, что мне не придают значения, как вашему отцу, расстраивает вас? Нет, нет! То, что за дверью не замолчит! Фея вдохновения, черпавший до сих пор свет от вас, уходит! Четыре тысячи, семнадцать тысяч! Иду! Прощайте! Картина четвертая. О восходящей звезде поэзии. лестничная площадка перед квартирой Долонезо. Значит, договорились? Да, да, а те, что в комнате, пусть лопнут от зависти. Хорошо, хорошо, пожалуйста, чек на четыре тысячи долларов авансом и подпишите, пожалуйста, вот эту расписку. Через месяц должна быть закончена первая книга. Да, да, конечно. Один вопрос. Пожалуйста. Фея вдохновения. До сих пор я черпал вдохновение у Чихотошной, больной дочери доктора, между тем, как для новой книги нужен другой источник. Эта сторона дела меня не касается. Если пожелаете, вам поможет кокаин. Можно и морфий, но он слабее. Лучше всего кокаин. Но фея вдохновения. Вы понимаете? Не понимаю. Ну, фея я и я нашел. Нашел. Здесь живет одна девица. Открой. Открой быстрей. Кто там? Открой. Это я. Я. Ах, вы ли это? Ты ли это, брат? Довольно, довольно. Никакого брата нет. Вот тебе пятьдесят долларов. Пойдем, покажи мне все прелести твоего ремесла, и я буду писать стихи. Восходит новая звезда поэзии. тихо покажи мне март март хорошим тихо март поэзии. Девушки отдыхают В телефонах и радио Докторе Долонезе шантаж Обращенный Против меня Против моего учреждения Моего треска санаториев Возможно Продолжайте Ваше предложение Моё предложение таково Пункт первый Начатый вами шантаж Потерпел фиаско Вероятно, ваши люди уже успели вам Сообщить о том, что предложение Сделанное мною доктору Долонезе Сегодня утром Им принято Я не информирован относительно последних событий Следовательно, в дальнейшем Вы не получите от меня ни одного Цента Я сейчас же прекращаю печатать Нет, слушайте дальше Пункт второй Вы продолжаете печатание И раскрываете Истинную сущность Доктора Долонезе Понятно? Понятно Ваш третий пункт Сумма та же Что вы и предполагали Получить от меня Когда начинали сенсацию О сыворотке Долонезе Полрайд Алло Давайте информацию Доктор Долонезе Шарлатан Он ангажирован В качестве ветеринара Трестом санаториев Остальное известно Пишите 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 Важное сообщение Объединенного газетного треста В Доларьяне Наше основное правило Никогда не обманывать Своих читателей Неделю тому назад Мы стали жертвой Хитрого авантюриста Доктор Долонезе Никто иной Как простой ветеринар Трест санатории В Доларьяне Самое благожелательное Учреждение В мире Великодушно пригласил Этого жалкого бродягу В качестве ветеринара Пишите Уважаемые читатели Доктор Долонезе О котором неделю назад Писали Что он открыл Противотуберкулезную Сыворотку Оказался простым Шарлатаном Доктор Долонезе Международный Авантюрист Еще раз подтверждается Что лечение Туберкулеза Сыворотки Невозможно Пишите Доктор Долонезе Обманул нас Нашу делегацию Профессоров И общественное мнение Мы помешали Пагубной деятельности Авантюриста Позорящего науку Доларьяна Перед лицом истории Вывели его На чистую воду Мы Будучи государством Имеющим Самый прекрасный В мире санаторий Гарантирующий Стопроцентное Выздоровление Можем этим гордиться Уважаемые читатели Доларьяна Доктор Долонезе Развищу науку Доларьяна Сыворотки Алло-элло Говорит Радио Доларьяна Доктор Долонезо Вокруг имени которого В течение целой недели Стоял такой шум Оказался простым шарлатаном Все наши профессора Убеждены Что излечение туберкулеза Возможно только в санаториях Доктор Долонезе Уважаемые Доктор Долонезо Простойный день Доктор Долонезо Казарлатан 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 Долонезо Картина вторая О занятиях доктора Долонезо О капле солнца И о величайшем культе любви к животным Лаборатория доктора Долонеза на вилле имени Вастуэст. Долонеза работает. Его дочь сидит рядом в кресле. Лаборатория доктора Долонеза на вилле имени Вастуэст. Пап, послушай, какие песни поют на верхнем этаже, на балу. Какие песни! Я не в состоянии слушать, какие бы то ни был песни. Тебя так занимает корова, что ты уже целый час возишься с колбой. Будь прокляты все коровы на земле, нам остаётся ещё два месяца. Эта Паулина преследует меня, как таможенный сторож. В последнее время она, правда, несколько ослабила свой контроль. У меня для тебя приятная новость. Известий от Педро? Нет, нет, от него всё ещё нет никаких известий. Да, дело не в нём. Замечаешь ли ты, что я уже целый месяц тайно занимаюсь одним опытом после рабочих часов? Если бы Паулина не запирала лаборатории, я закончил бы в один день то, что я делал в течение месяца тайком. А что ты делаешь, отец? Сыворотку. Единственную. Единственную сыворотку. Какую сыворотку? Ну, ты что, забыла, кто я? Зачем я здесь? Не стал же я и для тебя международным авантюристом, ветеринаром Долонезо. Папа. Ну, так а ну как же ты смеешь спрашивать, что за сыворотка? Ну, какую я могу ещё делать сыворотку, кроме сыворотки Долонезо? Я... Папа, папа, говори потише, а то услышат. Возможно, буду шептать, как вор. В настоящий момент я занимался переливанием сыворотки. Дальше, через 10 минут всё будет готово, потом... Папа, через 10 минут будет готова противотуберкулёзная сыворотка, правда, папа? Тихо, 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 не кричи. Услышат, услышат. Да и сердце у тебя ослабело. Не надо волноваться. Ой, папочка. Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я отвечаю за физиологию. Смотри на Коха. Подойди поближе, папа. Смотри. Видишь то, что находится внутри? Это сыворотка. Бациллы Коха лягут к моим ногам. Кто получит первую сыворотку? Ну, что ты сказала? Что ты сказала? Первую сыворотку? Разве мы с тобой не договорились об этом? Я сделаю твоей лёгкой первой ареной поражения Бацилл Коха. Через два месяца ты будешь на ногах. Температуры нет, кашля нет, крови нет, лёгкие как меха, сердце как часы. Ты сможешь бегать, сможешь кричать, сколько тебе угодно. Папа, и термометр уже больше не будет нужен. Пусть вместе с коровами будут прокляты все термометры. Папа, какой красивый цвет у сыворотки. Капля, как маленькая частица солнца. О, как солнце. Эти солнечные капли я заставлю течь по твоим земам. Да, да, папа, я готова. Ещё пять минут. Спешка может испортить всё дело. Папа, сядь рядом со мной. Держи колбу в руке. Даже только глядя на неё. Я чувствую, как крепнут мои лёгкие. Доктор Долонезо садится рядом с дочерью. В одной руке у него часы, в другой колба. Они сидят спиной к двери. Дверь тихо открывается. Показывается Паулина. Осторожно ступая, она подходит к доктору и девушке. Папа, осталось четыре минуты. Через четыре минуты ты будешь спасена. Папа, сыворотка Долонезо одержит первую победу. Я международный авантюрист, а? Я ветеринар. Паулина выхватывает у Долонезо колбу сывороткой и бросает её на пол. Папа! Шлюха! Успокойтесь! Не говорите таких скверных слов в присутствии вашей уважаемой дочери. Для слуха молодых девушек... Замолчи! Папочка! Я выполняю свои обязанности. Третья статья нашего контракта гласит, что кроме лечения коров, вы никакими другими делами и опытами даже в мыслях... Я задушу тебя, как Бациллу Коха. Ха-ха-ха! Вы уже заговорили о Бацилле Коха? Честные люди выполняют обязательства, под которыми они подписались. Но моя дочь... Это ваше частное дело. Вы должны были прежде об этом подумать. Вас никто не принуждал. Вы выбросили меня с дочерью на улицу. Но ваш друг Педро открыл вам двери своей комнаты. Он заботился о вас. Он тоже погиб. Вы его на другой же день уничтожили. Папа! Я теперь понимаю, его, может быть, убили? Нет. Он только посажен в тюрьму. Потаскух. Папа! Не злитесь. Иисус не любил злых людей. Папа, не беспокойся. Не беда, я подожду. Я видела сверкающее солнце. Я чувствую себя такой сильной. Долонеза склоняется над разбитой колбой. Оставьте! Не смейте! Оставьте! Не трогайте вещей, на которые у вас нет прав. Вы вор! Если я сообщу мистеру Вильямсу, он вас сейчас же выбросит за дверь. Пусть выбросит. Иди, скажи. Но этим дело не ограничится. Ваша дочь будет выброшена на улицу. Вам известно, как поступает с людьми, нарушающими условия контракта. Папа! Мой последний совет. Впредь будьте честны. Иисус прощал грешников, и я вас прощаю. Дьявол! Я тебя... Зачем такие слова? До свидания, дитя мое. Повлияйте на вашего отца, чтобы он шел на работу. Работа – священная обязанность. Его ожидает в большом стойле. Желтая корова опять заболела. Ее мучают схватки. Бегите на помощь бедному животному. Любовь к животным – величайшее благодеяние. Прощайте. Картина третья. О беседе двух людей во фраках. Об искусстве для искусства. И о том, как Паулина разрешила вопрос. Верхний этаж виллы Вастуэст. Бау. Что ты скажешь об этом бале? Повно придумано. Вильмс – это необыкновенный человек. Бал людей, выздоровевших в его санаториях. Великолепно? В сущности, когда они прибыли в санаторий, у них не было ничего серьезного. К тому же и то, что Вильмс устроил первый балл в его имении, тоже примечательно. Конечно. В нижнем этаже находится лабораторий, где доктор Деланеза, открывший сыворотку, занимается лечением коров. В верхнем этаже балл. Праздник победы санаторного лечения. Сыворотка побеждена, санаторий победит. Деланеза действительно шарлатан? Не думаю. Ну, оставим этот разговор. Я тебя познакомлю с бывшими туберкулезными. Видишь, вон, возле той двери полную женщину. Ту сто килограммовую? Да. Это жена владельца компании голландской сыры масла. Она влюблена в стоящего рядом с ней тощего высокого мужчину. Так, так, так. А кто этот тощий, высокий, молодой человек? Один из комиссионеров Вильямса. Не понимаю. Я объясню. У Вильямса есть группа молодых людей. Из опустившихся граф, князей. Он посылает их во все концы Европы. Их обязанность любыми средствами находить для санатория здоровых и денежных клиентов. Великолепно. А женщина-комиссионеры, поставляющая клиентов, тоже есть? Конечно, есть. О, а это кто? Тоже комиссионер Вильямса? Нет, нет, это известный поэт Дуг Джин. Ах, вот как! Я хотел бы видеть поближе поэта, который в три месяца стал миллионером. Подойдем? Подойдем. Истина одна. Искусство для искусства. О, а поэзия вечно и первичный мост. Не угодно ли кокаин? Постройте мост от Бергсона до Фрайда. Пусть с концы этого моста упирается один в нитше, другой в поле балерин. Я шествую по этому мосту. На плечах у меня золото плаща, в руках у меня звезды. Ах, как красиво вы говорите. Это моя давнишняя привычка. Искусство для искусства. Да. Тот, кто не понимает биржевой игры, не поэта. Ах, нет ли у вас билета на ваш последний вечер? Нет, через неделю я устраиваю чай. Билет 50 долларов. Дешевка, не правда ли? Ах, надо быть демократом. Ах, какой вы необыкновенный. Скромность это гордость, а бордые люди скромны. Я не люблю скромность, вы правы. Идите все туда. Веселитесь, радуйтесь жизни. И знакомству со мной. Веселитесь, радуйтесь, радуйтесь. Мой милый поэт, наконец, слава богу, мы одни. Приказывайте. Один, немного неуместный вопрос. Спрашивайте. Говорят, что вы в свое время жили в одном доме с этим безумцем, ветеринаром Долонезом. Что? Долонеза? Ах, да, да, мы некоторое время были соседями. Вы знаете, какая у него красивая дочь, какая милая девушка. Но она, кажется, была больна. Как раз о ней я и собиралась спросить. Говорят, что у вас с дочерью Долонеза была какая-то связь. Да, 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 но чисто духовная. Я не понимал тогда, Фрай, да я был в неведении. Да, но с тех пор прошло четыре месяца. Четыре месяца? Мне кажется, что четыре века. Время относительно, но это не важно. Самое интересное, вы хотели бы увидеть еще раз дочь Долонеза? Ух, очень хотел бы. Ваше желание можно осуществить, но только сейчас же, немедленно. Долонеза с дочерью живут в нижнем этаже. Доктора сейчас нет дома. Он ушел осматривать рыжую корову. Удобный случай. Что, если вы еще раз навестите старую возлюбленную? Позвольте, в нижнем этаже. Ах, да, да, они должны быть в нижнем этаже. Да, великолепная идея. Немедленно иду засвидетельствовать свое уважение моей прежней царице. Друзья мои, послушайте меня. Пойдемте навестим внизу дочь Долонеза, мою бледную царицу. Эй, мои подданные, подданные поэзии и искусства, следуйте за мной. Входит Вильямс. Ну, как? Долонеза пошел осматривать рыжую корову. Я пришла вовремя. Я не забуду вас, дорогая. Я вами чрезвычайно доволен. Христос, да будет вами доволен, мистер. Но меня беспокоит еще одна вещь. А что, если наш безумец, сжав зубы, продержится еще два месяца? Что тогда? Этого не случится. Сегодня ночью вопрос будет решен. Благодарю. Не меня. Благодарите вдохновившего меня. О, вы очаровательны. Благодарю. Незадолго до вас Дуг Джин говорил мне то же самое. Картина четвертая. О вечной девственнице, интересном номере, сэн-сансе и несоблюденном договоре. КОНЕЦ Снова лаборатория доктора Долонезо. В комнате полумрак. Дочь Долонезо спит в гретьи. Дверь открывается. Молчите, тишина, 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 тишина. Моя царица спит. Наденьте свои сердца на ноги, как лакированные ботинки, И идите бесшумно ступая своими сердцами. Тихо. Царица спит. Вот это ничего привлекательного нет, как мертвая. Да-да-да, как мертвая. Покой вечной девственницы. Я поцелую ее в губы. Браво, 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 браво! Что это ты плачешь? Не плачь, моя единственная. Как необыкновенно он говорит. Не плачь. Оставьте меня. Я сойду с ума. Уйдите отсюда. Не могу идти, не уйду, не плачь. Не плачь. Моя милая, твои слезы приводят меня в ярость. Друзья мои, сыграйте мне танго. Нет, сыграйте пляску смерти сен-санса. Сен-санса. Возьмите склянки безумца Долонеза и сыграйте. Сограйте, сыграйте. Идем, любимая. Идем, милая. Идем. Поэт поднимает девушку на руки. Какой необыкновенный поэт. Идем. Я умираю от восторга. Я до сих пор не видал такого интересного номера. Николепно. Девушка умирает на руках поэта. Поэт не замечает этого. Что он такое? Это еще кто? Долонеза. Он похож на сумасшедшего. Оставьте ее в покое. Хуже меня. Вон отсюда. Вон свинь. Долонеза кладет девушку на пол. Становится на колени. Слушает ее сердце. Умерла. Долонеза приподнимается, берет на руки дочь и прыгает в окно. Действие третье. Картина первая. Снова о трех телефонах и радио. ЗВОНОК 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 Алло. 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 Сегодня утром Долонеза освобожден из тюрьмы. По этому поводу напишите обстоятельные сообщения. Пишите. Известный авантюрист Долонеза, не выполнивший контракта заключенного с трестом санаториев и тем самым причинивший учреждению большой ущерб, восемь месяцев тому назад был приговорен судом к возмещению убытков на сумму сто тысяч долларов, а в случае неуплаты к шести месяцам тюремного заключения. Нашим читателям известно, что авантюрист не уплатил этой суммы и попал в тюрьму. Ввиду окончания срока заключения этот международный авантюрист освобожден сегодня утром. Пишите. Опасный зверь вышел сегодня из железной клетки. Известный авантюрист Долонеза освобожден. Он бродит среди нас. Пусть ваши руки всегда держатся за кошелек. Перемените замки у ваших касс. Будьте осторожны. Среди нас, размахавая руками, разгуливает на свободе бедствие. Пишите. Долонеза, отсидевший шесть месяцев в тюрьме, сегодня утром освобожден. Это наглый и зловещий безумец. Пишите. Опасный день утром пришел получить стремись отцедавшихся сельских беджами. Алло, алло! Говорит радио доллар, Яна. Доктор Долонезо, который восемь месяцев назад был приговорен к тюремному заключению за мошенничество, сегодня утром вышел из тюрьмы. Картина вторая. Об игре судьбы и о звуках. Парк. Ночь. На скамье у фонаря сидит Долонезо. Рядом с ним дремлет бродяга. Синьорина, черно-очерно-ок. Закрой, закрой, покой. Ты опять двигаешься, девочка, опять. Как только термометр такой. Вот... Да... А ты... Ты все еще здесь, Паулина. Я задушу тебя, как... Задушу, как бацилу коха. Бацилы коха. Я вижу... Спасерки моих... Нок. А... Знаешь... Педро... Я начинаю кое-что понимать в политической экономии. Разб... Ты что? Разб... А... А... Что ты сам с собой разговариваешь? Я... С ума сошел, что ли? Эй ты, старик. Тебе говорю. А мне? Конечно. Кому же еще? Что? Что ты мне говоришь? Вот, нашел себе горе. Я говорю, почему ты сам с собой болтаешь? Болтаю? Да. У меня в ушах звучат голоса. Звучат голоса. Заткни уши. Если не можешь это сделать, ступай отсюда. Не мешай спать другим. Хорошо. Старина. Ладно. Лебеда. Говори. Только потише, потише. Тоном пониже. Ага, да. Хорошо. Хорошо. Говори. в ットстиг. Синьорина, 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 синьорина. Ты спишь? А? А? Ты что, ты что, ослепишь, что ли? Счастливец. Ты можешь спать. А тебе не спится? Ты что, не хочешь спать? Нет, я хочу спать, но не могу. Глаза закрываются, а чуть задремлю, как в ушах начинают звучать голоса. Ты болен, папаша? Да, болен. Я не могу следить за своей психикой. Этого мой ум не постигает. Я отвечаю только за физиологию. Но и она не пригодна для работы. Мудрено, ты говоришь. Я ничегошеньки не понимаю. Папаша, ты похож на ученого человека? Да, да. Я много учился. Очень много. Какая польза от того, что ты ученый, а я нет. Гляди на чем-то мы, бок о бок. Учись, не учись, одно и то же. От судьбы не уйдешь. Для человека важно иметь счастливую судьбу. А быть грамотным, какой толк? Не так ли? Не знаю. Тебе хочется спать, вот это хорошо. И мне хочется, но только я не могу уснуть. Мать родная, соловьи, слышишь, поют. У тебя, отец, документы есть? Есть, вот. Что это? Рыбак рыбака видит издалека? Тюремные удостоверения? Значит, ты тоже отсюда? Сколько же ты сидел? Ну, шесть месяцев. За убийство? Нет. Впрочем, ты не способен на это. Честно, ты обманул какого-нибудь простака. Почему ты так думаешь? А по тебе видно. Разве ты способен на более солидное дело? Послушай, папаша. Папаша, послушай, а ну-ка, вступай отсюда. Не понимаю. Вставай, вставай, вставай. Слышишь, иду. Ну, почему? Если нас хватит здесь полностью, то снова отправят в тюрьму. Ты что, не знаешь устава для бродяг? Не знаю. Ну, если ты и этого не знаешь, тогда что ж ты вообще-то знаешь? Ну, быстро, быстро, быстро. До свидания. Да беги быстрее. Куда же? Куда же мне идти? Да хочешь! Что ты делаешь? Ничего. Кто ты такой? Чем занимаешься? Ничем. Где ты живешь? Нигде. Кто у тебя есть? Никого. Документы, паспорт? Есть. Давай. Вот, пожалуйста. Пошли. Куда? Пошли. Куда? Пошли. Я... Картина третья. Об активном члене общества по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам. Комната полицейского управления. Я слышал, что неизвестный бродяга, нашумевший король бродяг, Доллеза, позавчера, после выхода из тюрьмы, в полночь был схвачен одним из ваших полисменов. Да, да, он уже два дня у нас. А что вы? Тихий, безропотный старик. Несчастный. Ну, во всяком случае, общество по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам поможет и этому старику. Это было бы хорошо, если бы вы поместили его в какую-нибудь богадельню. Нет, нет, это невозможно, невозможно и да и неправильно. Мы совершенно испортим его нрав. Между тем, как наша задача перевоспитывать бродяг, мы говорим о Доллезе. Работа, которую я нашел для него в цирке, не так уж трудна. Ну, самое большое, ну, час-два в день. Позовите его, пожалуйста, сюда. Я возьму его с собой. Позовите сюда Доллезу. Старую бродягу, пойманную позавчера ночью. Да-да. Ах, вот и он. Подойди сюда поближе, Доллезе. Подойди. Послушай, тебе предлагают работу. Хорошую работу. Хорошо. Что за работа? Ты будешь работать в цирке. Что я буду там делать? Пустяки, не волнуйся. Но уж бродяжничество, прощай. Прежде всего, дисциплина. Цирк Доллальяна не походит на трест санаториев. И, кроме того, наше общество берет тебя под защиту. Согласен. А где я буду спать сегодня ночью? В цирке? В цирке. В цирке, так, так. Значит, я даже мысленно не должен заниматься ничем, кроме цирковых дел. Самый маленький опыт. Третья статья контракта. Понимаю. Нет, по окончании работы делай, что хочешь. Только уговор. Ты будешь под контролем нашего общества. Понятно? Понятно. Понятно, понятно. Понятно. Но я потерял сон. Может быть, в цирке я смогу спать. Как кончишь работу, так и спи себе сколько влезет. Но я не могу спать. У меня шумит в ушах. Там не будет шуметь. Ну, собирайся. Я готов. Как? У тебя нет вещей? Никаких. Ну, если так, давайте подпишем контракт. Так. Здесь. Хорошо. Ну, думаю, что мы еще встретимся. Счастливо. Будь благоразумен. Ты уже стар, Долонеза. Слушайся, хозяев. А то я больше вмешиваться в твою судьбу не стану. Ну. Пошли. Ах, если бы я мог там заснуть. 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 Картина четвертая. О цирке Доларьяна и о привратнице, пожелавшей увидеть глаза Долонеза. Заходите, заходите, сударыни. Заходите, сударыни. Чудо. 20 века. Бородатая женщина. Самый маленький в мире карлик, самый маленький. Самый большой в мире великан. Человек весом. 500 килограммов. Тигр, балерина, обезьян, музыкант. Все это увидите здесь. Пожалуйста, заходите. Заходите, пожалуйста. Боксер, одним ударом кулака убивающий быка. Знаменитый Джованни. Восемь. Сто метровое прыжко. Восемь. Карета смерти. Продотель женщина. Коронный номер. Король бродяк. Король бродяк. Король бродяк Долонеза. Зайдите, убедиться. Прошу, зайдите, убедиться. Глаза ему посмотрите. Посмотрите в глаза доктора Долонеза, что дарыня. Глаза ему посмотрите. Видны железные клетки. В одной бородатая женщина. В другой борец. В третий доктор Долонеза. У клеток, рассказывает укротитель зверей. В руках у него хлыст. Постепенно зал наполняет с публикой. В толпе привратница и девица. Пойдем, пойдем, поглядим на Долонеза. Я из-за него, собственно, и пришла. А-а-а! Вот он в клетке. Здравствуйте, доктор Долонеза. Здравствуйте. Как поживаете? Вам здесь удобно? Вам столько досталось. Ей-богу, мы только на вас и пришли посмотреть. Бородатую женщину видели? Мало интересного. А что вы поделываете? Ну, поговорите немножко с нами. Молчит. А может быть, здесь запрещено актерам разговаривать с посетителями, как вагоновожатым в трамвае. Милый доктор, я ведь не чужая. Если увидит, не бойтесь. Напрасно ты стараешься. Видишь, он даже не смотрит на тебя. Не смотрит на меня. Я доллар заплатила, чтобы видеть его. Ну, в конце концов, пусть не смотрит. Увидишь, что будет. А что ты сделаешь? Не можешь же ты заставить его посмотреть на тебя. Что это значит, доктор Долонеза? Вы меня не слушаете? Вы не хотите посмотреть мне в лицо? Да он и в самом деле не обращает на нас никакого внимания. Ты посмотри на него. Ну, хорошо. Я ему сейчас покажу. Сударь! Сударь, с гластом! Сударь! Мадам? Какие у вас невоспитанные актеры. Я пришла посмотреть на Долонеза, а он даже в лицо мне не смотрит. Между тем, я заплатила доллар, чтобы посмотреть ему в глаза. Сами это рекламируйте. Не волнуйтесь, мадам. Не волнуйтесь, я сейчас всё улажу. Пожалуйте сюда. Пожаловала. Встать. Ой, ага, видишь, видишь? Я говорю, встать. Ой! Я очень устал. Я не могу спать. Я болен. Я тебе говорю, встать. Сударь, не пришли смотреть на тебя? Мы пришли, чтобы посмотреть на тебя. Доллар заплатили. Встать! Ага, встал, встал. Ну? Ну? А теперь, как вы живёте, ваше степенство? Я не могу спать. Я в ушах у меня шумит. Трудно дышать. Не могу вздохнуть. Ой, бедный доктор. Он получил за своё упрямство. Представление начинается. Представление начинается. Занимайте ваши места. Места занимайтесь, сударыни. Представление начинается. Пойдём. Пойдём. А то ещё наши места зайдут. До свидания, мистер Долонезо. До свидания. Мы будем каждый день приходить сюда. Ну, теперь твоя работа окончена, Долонезо. Можешь идти ложиться спать. Только будь внимательна, не раздражай посетителей. Я устал. Я не могу спать. Дышать трудно. Не могу спать в ушах шумит. Шумит не могу. Вздохнуть. Не двигайся, девочка. Не двигайся, девочка. Каплю солнца в вены. Брось эту политическую экономию, Педро. Колени Долонезо подгибаются. Схватившись за решётку, он падает и умирает. Картина пятая. О черепе Долонезо. Морг. Здравствуйте, старина. Ну, что-нибудь интересное есть? Что-нибудь подходящее? Только чтобы не получилось, как в прошлый раз с родственниками. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, доктор. Мне нужен череп. Понимаешь, чёрт человек, какой-нибудь такой интересный череп. А, ладно. Но только я не могу вам выдать отдельно только голову. Пожалуйста, беру труп целиком. В анатомическом зале отрезать легко. Ну, очень хорошо. В таком случае, пожалуйста. Прошу вас, сюда, пройдите. Посмотрите. Нет, нет, нет. Как этот? Нет, нет, нет. Этот не годится. У него ужасно узкий лоб. А вот этот, этот каков? Этот. Чёрт человек, для моего дела не пойдёт. Нет, слушай, а потом что ты меня суёшь? У него висок расколот. Ах, ты как. Мне нужна целая кость, целая. Ну, постойте, постойте. Посмотрим номер 17. Бродяга Долонеза. Как он здесь? Да, привезли вчера. Работал в цирке. Вдруг умер. Ну, так показывай скорее. Это же интереснейший экземкарский. Скорее, тащи меня. Где, где? Ну. Пройдите сюда. Чёрт человек. Никак не можете привести в порядок морг. Никакой классификации. Мануфактурная лавка и та организование вашего морга. Что поделать. Дела много. Вот номер 17. Смотрите. Так, так, так. Смотрите. Так неплохо. Слушай, неплохо. Совсем неплохо. Лоб. Лоб великолепный. Да, голова у этого субъекта, видно, была в порядке. Сейчас мы сможем смотреть его физиономия. Чё-то любопытнейший физиономия. Великолепный. Отлично. Беру. Сколько? 100 долларов. Ты что, с ума сошёл? 50. Да вы что, смеёте за такую-то голову? Ну, хорошо, 55. Ну, прибавьте хоть немножко. Что? Прибавьте немножко, да? А потом опять будет какая-нибудь неприятность. Не беспокойтесь. У него нет родственников. Ты пойми, я сейчас занимаюсь интереснейшим анатомическим вопросом. Очень. Ну, если так, то и денег не жалейте. Да. Ну, ладно, ладно, ладно. Чтобы вы не поминали меня лихом, и так как вы мой старый клиент, 70 долларов и не пенсию. Нет. Нет, нет, нет. Если не возьмете, возьмете его в медицинский факультет. Медицинский факультет? Эй, милый, на них ты здорово держишь. Ну, ладно, ладно. Давайте 65. 65. Согласен. Приготовь. Автомобиль ждёт на углу. Нет, 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 нет. Я вынесу его через чёрный ход. Старина, где ты? Старина. Вбегает Педро. Сторож, сторож, где сторож? Я сторож. Ты сторож, Моргер? Да. Принесли сюда труп доктора Долонезо? Принесли. Он здесь? Нет. А где же он? Вы опоздали. Что? Где доктор Долонезо? Ну, только сейчас. Ну, вот несколько минут тому назад его продали. Я просто подог inцеляю. Моргер. Ну. Там где? Моргер. Алга. 果тор. Marinил Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы. При помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи.